Людмила, у тебя сегодня новая шляпка? Да, новая. Боже мой, вот у меня нет ни одной шляпки, а у тебя сколько? Правда, Наташенька, ну всегда ведь говорят, дело в шляпе, понимаешь? Дело в шляпе, а у меня их, ну, наверное, целый мешок. И для чего мне это все надо, вот скажи мне, пожалуйста, а? А вот надо, это жизнь. Если ты занимаешься интересным делом, ты живешь. Надо. Так, ну что, Людмила, серия номер два. Дорогие друзья, здравствуйте, сегодня у нас какое? 15-е, да? Да. 15 февраля 2022 года и, так сказать, по следам нашего прошлого видео и по вашим комментариям мы сегодня делаем для вас продолжение. Вы же просили продолжение, продолжение. Спасибо вам большое за хорошие комментарии. Это все, конечно, всегда вдохновляет нас на творчество дальнейшее. Ну и, в общем, вернемся мы к рассказу. Мы закончили тогда на том, что ты, в общем, уехала в Америку. Давай немножко назад открутим историю жизни и ты нам расскажешь немножечко вот как раз такие, знаешь, свои моменты самые такие наиболее, наверное, запомнившиеся тебе и которые твое сердце греют. Сколько угодно. Сколько угодно. Ну вот давай про вот про Молчанова и... Про Молчанова хочешь? Вот да, то, что ты мне рассказала. Я думаю, людям будет очень интересно. Надо же рассказать, когда мы еще только приехали, вот эта группа. Правильно? Ну, для начала, я думаю, что нужно сказать, что ты организовывала группы женщин, ты привозила их в Москву, в гостиницу «Славянку», да, где у тебя устраивались встречи. Баллы. Иностранцев с русскими. И на одного американца приходилось пять женщин, русских пять женщин. Какие они счастливые американцы. А когда я их собирала, то нас, женщин, собиралось пятьдесят человек. Сейчас я чуть-чуть поправлю камеру, вот так вот, а то мы с тобой как-то неравномерно в ней находимся. Вот, сейчас мы прям посерединке. Ну, продолжай, извини. А слушай, а мы входили? Мы снимаемся. Сейчас снимаемся, да? Все нормально. Пятьдесят человек. Я поезд «Уралочка». Мы, женщины, конечно, все были очень возбуждены, готовились, отпуска брали, наряды покупали, ночью не спали. Ну, такое событие. А не спали-то они чего, прически сохраняли. Конечно, конечно. Столько было, столько... Ну, было очень все трепетно, напряженно, но очень интересно. Это... Снимай часы, опять они у нас стучат по столу. Вот, вот. Так. И мы собирали вот такие вечера, балы, и приезжали и американцы, и... У меня было пять стран. Вот из пяти стран у меня приезжали... Некоторые приезжали, как бы, одиночкой... Слово «одиночкой» в Парсане. Ну, по одному ничего страшного. Просто они приезжали независимо, а какие-то приезжали группами. Да, а какие-то группами. Ну, хорошо, приехали вы в гостиницу, и оказалось, что... И вот такое у нас случилось, что один раз мы выехали уже за два дня с моей группой женщин, а у меня дома был факс работал. И мы всегда с той группой, которая выезжает с другой страны, они мне отправляли факс, я им отправляла факс. То есть подтверждение. Подтверждение, да, и мы выезжали. И вот здесь что получилось? Один раз такое с нами случилось, что наша группа уже... Мы выехали, и написали им, что мы выехали, а у них не получилось выехать группе из Америки, потому что один, как бы, их американец, жених, так скажем, он... Или документы он не взял, или что-то у него с паспортом, или что-то его не пропустили. Короче говоря, всю их группу оставили и не пропустили. Они в Россию не поехали. Понятно. А ты везёшь целый поезд невест. А я везу целый поезд невест. Ужас какой! И у меня там фоксируют, что они... Они потом, конечно, написали, но у нас-то уже не было. И когда мы приехали, конечно, я думала, что меня разорвут. Вот честное слово. Я так думала. Это было очень неприятно, и я переживала за наших женщин, и вообще была в ужасном состоянии. Но что-то случилось, и меня никто не обидел ни одним словом. Мои женщины меня успокаивали. Мои женщины мои... Я так благодарна за это. Я... Конечно, то, что они пережили, и как достойно всё мы это встретили, и прошли через это, и мы сходили потом, и в ресторан сходили, и на концерт сходили. Нам было три дня, и все мы перезнакомились. Ну да, женихов не было. И что? Мы всё равно прошли. Ну, я уверена, что вы там провели в Москве прекрасное время. Прекрасное время. Во-первых, вы жили в шикарной гостинице, правильно? В Москве есть что посмотреть. Ну, все они были тоже, в общем-то, красивые, да, в настроении. Ну, женихов не было, ничего страшного. 50 женщин, русских женщин всегда найдут чем заняться. Совершенно верно. Всё было очень прекрасно. И что у меня здесь получилось? Вот, конечно, здесь у меня такой пробел, как говорится, да, что я могла только ни о чём не подразумевала никогда. Ну, вот получилось так. Ну, с другой стороны, мне просто как случай такой произошёл. Моя встреча с Молчановым, которая в моей жизни потом очень много мне дала. И эта встреча с Молчановым произошла в этой гостинице. Ну, я уже говорила, что у него был свой офис и гостиница «Славянка». Иду я по коридору гостиницы и где-то вдали увидела, что идёт Молчанов. А тогда Молчанов, ну, в те годы, и он вёл передачу, был самый популярный вообще тележурналист. Его все знали, и он такой интересный мужчина, вот как лев такой идёт по коридору. Я думаю, ой, я сейчас буду проходить мимо Молчанова. И я, конечно, во все глаза на него смотрю, а он идёт в своей походкой этой шикарной. И проходит мимо меня, и меня хватает за руку. Я, конечно, вытрашивала на него глаза, я вообще испугалась, я не поняла ничего. А он спешил на свою передачу, у него не было ни минуты. Но он знал, что я здесь веду эти встречи. Он уже это всё понимал, ему уже всё рассказали. Но он не мог со мной встретиться, не мог переговорить. И вдруг здесь Яша... А до этого вы с ним встречались, он у тебя когда-то брал интервью, правильно? Нет, нет, вот это первая встреча. Ах, это была первая встреча. Я думала, что я пройду мимо него, я даже хотела просто посмотреть на него. Понятно. А здесь он меня хватает вот так за руку и говорит, а он-то уже со мной познакомиться хотел. Потому что то, что творится у него в Славянке, он такого никогда раньше и не видел. Он, конечно, тележурналист, он хочет это делать, хочет, чтобы я с ним дала интервью. То есть ему, конечно. Но у него нету времени, а я же прохожу как мимо. И когда он меня схватил за руку, он идёт мимо своего офиса, но здесь его офис, он меня вот так вот прям запихивает в офис. Я это как сейчас помню. И там сидят его эти сотрудники, и он говорит, пожалуйста, её не отпускайте, пожалуйста, пусть она меня дождётся. А вы спрашивайте её всё, о чём хотите. И вот такая я полусумасшедшая, полу... Вижу, они меня как бы в кресло, я сажусь в кресло, смотрю на них, они смотрят на меня, и у нас начинается интервью. Но они мне рассказали, конечно, что сейчас Молчанов на передаче, а мы что можем, если вы разрешаете, мы вас проинтервьюруем. Я говорю, да, пожалуйста. После всего этого кофе меня напоили, всему меня там накормили. Приходит Молчанов, заходит и сразу говорит, опять у него времени нет. Ему опять надо идти, у него опять интервью на Первом канале. И он хочет меня уже взять, но он даже не может с ними поговорить обо мне. Он только одно слово говорит. Ребята, она может идти на Первый канал? Она может идти? То есть адекватно ты или нет? Да. Пойти вот так вот и просто в прямом эфире, без подготовки. Вот, в прямом эфире, я хотела сказать. Она может выйти в прямой эфир? Они в два голоса. Бери! Выходит! И меня Молчанов берет. Вот я говорю, как хорошо получилось. Одно, конечно, было событие вот такое как бы тяжелое, но мы прошли через него. Но зато о нас узнали, обо мне узнали. И с Первого канала сделать такое интервью сразу же в прямой эфир. В общем, все замечательно. И Молчанов, когда я вернулась уже в Екатеринбург, он мне звонит в Екатеринбург, что я первое место получила за год за количество... По отзывам, да? По отзывам. Да, по отзывам. И он говорит, что, Людмила, я вас приглашаю второй раз, но я вам уже дам рекламу. И он дает рекламу на Первом канале. И, конечно, после этой рекламы, вот ко мне уже поехали группы. Ну, я и сама выезжала, меня приглашала вот в Америку, Джонатан Брейзи. Я приезжала, и каталоги с ним там заказывали, и группу организовывали, и все это продумывали. И, в общем, наше время, наша судьба женщины, моя судьба закрутилась, закрутилась и закрутилась. Ну, слушай, очень интересно. Ты прям была, вот знаешь, чуть ли первая Гузеева, да? Вот она сейчас, она сейчас сваха с этой, со своей розой. Вот послушай, Наташа, я тебя любью, можно? Ну, ты прямо вот знаешь, мне не в бровь, а в глаз. Мне так хочется. Если бы Гузеева, да, всегда у меня в голове стоит, что как, вот единственное, что я не смогла, я не смогла работать на Первом канале. Хотелось бы, мне просто так и хочется, это, конечно, мой дрим. Давай поженимся. Вот что мне еще не хватало, это давай поженимся. Ну, это мои мечты. Ну, знаешь, в следующей жизни. Я вот так себе всегда говорю. Да, да. Я вот говорю сама себе уже давным-давно. В следующей жизни я буду только певицей. Я замуж не буду выходить, я детей рожать не буду, буду как Мире и Матье. Вот Мире и Матье, она себя посвятила, понимаешь, только сцене. Только сцене. Вот я тоже так хочу. Да, да. А ты в следующей жизни будешь у нас... Я буду на Первом канале. Всемирная сваха. Вести. Давай поженимся. Ну, в общем, жизнь была, конечно, очень интересная и многообещающая, правильно? Потому что, действительно, у тебя вот ты попал, как я сказала в нашей прошлой программе, что ты попал в струю. Струю. Так бывает, когда человек занимается своим делом, он, знаешь, вот особенно, когда это творческое дело. Да. Когда дело с людьми имеешь. И когда у тебя есть этот контакт, и все получается. Вот тогда человек живет. Да. Вот живет человек. Я летала. Я летала. Вот я так же летала. Я не спала, я летала. Так же я летала вот с моим бизнесом вот татуажа. Для меня это было тоже искусство. Понимаешь, я ждала своих клиентов, как вот, наверное, вот этот, который любит сладости, вот ему вот кусок торта сейчас принесут. Так я ждала свою каждую клиентку, потому что мне так хотелось, вот понимаешь, вот посадить ее, взглянуть на ее лицо и сделать ее красивой. Я прям вот наслаждалась. Это прелесть. Наслаждалась, да. Это прелесть, да. И поэтому все получалось. И поэтому получалось. И деньги пришли, и знали меня люди, приезжали ко мне на обучение и так далее, и так далее. Я тоже балдела. Вот последние 10 лет, которые я занималась своим бизнесом в Австралии, я наслаждалась. Вот это было с профессиональной точки зрения прямо обалденно. Конечно, это было не стать певицей. Это у меня уже отложено на следующую жизнь. Это здорово. Наташ, и вот когда так отдаешь людям себя, от этого и получаешь. Насколько ты отдашь, настолько получаешь. Да. У меня были такие иностранцы, которые приезжали, но я же тогда молодая еще была и интересная. Мне делали предложение. Они иностранцы, не клиенты. А настолько я жила своим делом, да это для меня было вообще ужасно. Мне самое главное было, чтобы какая-то моя клиентка встретила своего человека, у них получилось. Я, ну так же, как и ты говоришь, что ты жила, ты хотела людям, этим клиентам сделать все самое прекрасное, самое все, что ты можешь. И у меня так же было. Вот когда человек, вот если будет то, второе, другое время, и люди будут только делать то, что они хотят, и то, что они могут, и жизнь будет такая, ну это счастье, конечно. Конечно. Это все, конечно. Конечно. Ну ладно, в общем, все это было очень здорово, но в один день это закончилось, когда на твоем пороге появились вот эти джентльмены в золотых цепях и в кожаных тужурках. Да, да. Появились, появились. Ну, рассказывай, что было дальше. Ты была вынуждена уехать, да, какие-то деньги у тебя были с собой, но и те забрали на выезде. И вот ты оказалась в Америке, да, вы поехали вместе с дочкой. Поехали в Майами. Поехали в Майами, как я понимаю, как туристы, да. А у Маши к тому времени уже был какой-то, ну так будем говорить, виртуальный на то время, но мужчина, да, с которым она переписывалась. И он приехал её навестить. Да, он приехал в Майами. Приехал в Майами. Они встретились в Майами. Всё у них хорошо получилось. Они... Вот видишь, и тут как-то твоя волна-то, да, вот помогла. Всё у них получилось. И Машенька родила сыночка, и всё было хорошо. И так, а я пошла в Сан-Пелуиси, моя первая работа была, и куда я пошла? Ресторан «Живаго», русский ресторан «Живаго». Но он был самый крупный, самый хороший, самый интересный, музыка была хорошая. И я там, меня как бы определили, я встречала гостей. Я встречала гостей. Ну, мне было всё интересно. В Америке мне было всё интересно. Ну, хорошо, вот ты в этом ресторане принимал гостей. Это какая-то русская вот такая диаспора. Русская, а, русская диаспора. И русская музыка, и русские два партнёра были, мужчина и женщина. И всё для русских на русском языке. Но потом стали приходить иностранцы. Потому что у нас было столько всегда веселья. Понятно. У нас были такие красивые женщины. И они приходили. Они начали приходить. И, ну, вот так вот, кто как разговаривал. Ну, разговаривали всё равно. И было, мне очень было интересно. Вот я подружилась там с одной из моей... Ну, вот эта Светлана, которая была партнёша. У них на двоих был этот ресторан. Мы с ней дружили. И она... Ну, было мне интересно. Хотя это была Америка, мне было интересно. А работать я пошла... Но я работала там вечером. А утром, конечно, Америка, она ставит людей... Ты должен всё это выдержать, всё пройти, не сломаться. Это не так просто, конечно. Если ты не имеешь достаточного... Вот, достаточной силы в себе. Силы к выживанию. К выживанию, да. Не получится. Вот я говорю, я утром вставала. Я пошла сразу же без хорошего английского языка. Меня взяли в американский дом. Как бы молодые люди, они имели... Муж имел свой бизнес, она имела свой бизнес. У них было двое детей. Они были двойняшки, эти двое детей. И они меня взяли в дом, в этот, чтобы я была их помощницей и их няней. И в то же время я должна была убирать их дом. И дети, всё, значит, и стирка на мне, и гладила, и прибирала, и кормила, и гуляла. И когда они приходили с работы, я вечером уходила в Живага. Я вечером... Ну, там уже вроде как не работа. Там уже был более такой отдых, наслаждение. Ну, конечно. Там уже я приходила... Общение с людьми. Общение с людьми, конечно, конечно, да. У меня там не было времени такого свободного. А потом эти два мужа и жена, забыла уже, как их звать, они стали приходить в Живага. Они... им понравилось, они меня расспрашивали, я им рассказывала. И когда они пришли, им так понравилось. Вот эти русские, русские там наши и танцы, и песни, и всё такое. Ну, они такие ребята были задорные, молодцы. И они... ну, пока вот так вот так. Ну, понятно. Ну, очень даже интересно. Ну, ты знаешь, вот давай уже мы как-то будем параллельно. Вот ты рассказал, как ты, так сказать, попала в Америку. А я расскажу, как я попала. Да, интересно. А я вообще попала через Гонконг в Австралию. У меня же первая страна была Гонконг. А как ты туда попала? В Гонконг? Вот это, так сказать, большой вопрос. Как человек русский может попасть в Гонконг в 93-м году, когда у нас ещё даже не было никакого представительства в Гонконге. Представляешь? Ну, в общем-то, помог случай, как обычно, понимаешь? Вот тебя молчану за руку схватил. У меня немножко другое было. Ну, вот случай... Просто для того, чтобы понять, как я попала в Гонконг, мне тоже придётся немножко назад отмотать историю жизни и рассказать, как я вообще познакомилась с моим вторым супругом. С первым я развелась, когда моему сыну было три года. Брак был очень неудачным. Я, конечно, много сильно пострадала как человек, как женщина, от этого человека, вот. Ну, и потом, значит, что произошло? У меня была подруга, Оля. Мы с ней дружили, потому что у нас были дети одного возраста. И вот как мы все такие советские мамаши, мы всегда ходили на прогулки с колясками, вот с этими вот такими корытами, знаешь, большими. Ну, и вот дети росли, а мы дружили. И, в общем-то, я к ней в гости приходила, она ко мне в гости приходила. И вот так вот, понимаешь, время шло-шло, и мы уже как-то вот такие были близкие очень подруги. Я знала её родителей, маму, там, папу и так далее, брат у неё был. И как-то она мне один раз звонит и говорит, слушай, Наташа, у нас, говорит, здесь такая небольшая вечеринка, тут несколько нас, друзей, вот, семья. Приходи с гитарой. Мы здесь день рождения мамы отмечаем. Я говорю, ой, ну что ж ты раньше не сказала? Ну, я бы сейчас бегу, ну, как подарок надо было организовать. В общем, беру гитару и иду к ней. Захожу и вижу в доме, кроме вот обычных гостей, сидят два индуса. Я думаю, откуда эти индусы? Причём Оля мне ничего не сказала об этом. Я не знала, я шла просто в русскую компанию. Эти индусы. Оказалось, что Олина мама, она работала коренщицей в ресторане Дели. Там как раз, где работали вот эти ребята. Что такое коренщица? Ну, вот кто чистит там картошку, лук. Она была пожилая женщина, ей в то время было лет 60. Она просто была, на кухне помогала. И с этими ребятами она дружила. Ребята молодые были. Она была как мама, знаешь, кому там пуговицу пришьёт, кому там чего-то, что-то хорошие были очень отношения. Она их пригласила на день рождения. И вот мы сидим. Один помоложе он был. Он немножко говорил по-русски, чуть-чуть. А второй не говорил совсем. Но мне как бы, вот ты понимаешь, у меня никогда не было стремления общаться с иностранцами. Вот не было. У меня как-то... Для меня общение, вот русский язык, когда можно, вот понимаешь, всё до конца высказать, всё до конца понять. Для меня это было тогда очень важно. А тут какие-то люди, с которыми я вообще не могу. Тогда же не было вот этих переводчиков тебе, да? И я учила французский язык, который я более-менее знала, но английского я не знала совсем. Ну и тут, в общем, песни туда-сюда. И вот этот второй, который постарше, прям не отходил от меня ни на шаг и сверлил меня своими чёрными, карими глазами. Просто ни на шаг. А я что? Ни бэ, ни мэ. Даже окей тогда было не в моде. Мы расходимся. И вдруг, через несколько дней, мне звонок к телефону. И вот этот товарищ уже что-то там пытается мне по-русски говорить. То есть он там, видимо, что-то такое пытался переводить, понимаешь, что-то заучивать. А так смешно было он мне. Вот ты луна, и ты такая, вот ты знаешь, красивая. Вот эти все, вот эти, знаешь, эти восточные сказки, всё это так коряво и смешно. И он меня всегда просил, спой мне, пожалуйста. Я, значит, телефон оставляла перед собой, брала гитару, спою ему песню. А знаешь, иностранец, это вот как-то русского, да иди-то в баню, да, со своими песнями. А тут неудобно, иностранец, понимаешь. Ну, я пела песню, и бай-бай, до свидания, всё. Но он не сдавался, он не сдавался ни в какую. И каждый раз он мне звонил, и каждый раз он мог всё больше и больше, так сказать, слов говорить. Уже какие-то даже связанные предложения, что меня, честно говоря, прямо удивляло. И, в общем, как-то настал такой момент, когда он куда-то меня пригласил, по-моему. Или позвонил он мне, сказал, можно я приеду, а вот, можно я приеду и на тебя посмотреть. Да. На самом деле вот такого плана, да, да, да. А я, как бы, понимаешь, особо-то вот к нему ничего не питала, потому что у меня были, как бы, хотя законченные отношения, но, как бы, сердце моё ещё болело там, по-другому мужчине. Вот. И, ну, я думаю, да ладно, чёрт с ним, пусть приедет, посмотрит. И вот он приехал посмотреть, но я одна дома не оставалась. У меня была соседка на пятом этаже, Лиля такая, я ей звоню, я говорю, Лиль, приходи, я говорю, посиди со мной. А то мне вот этот товарищ, он хочет на меня посмотреть, понимаешь, она всегда приходила. Ну, чтобы он даже, понимаешь, даже за рук у меня не пытался брать. Но он приехал, вот они такие люди, понимаешь, подарки, какие-то там штучки, что-то там, какие-то вот тогда ликёры. Помнишь, появились вот эти палатки со всякими там амареттами, гетто. В общем, какой-то еды он мне там, сладости этих индийских, панавиосы и так далее. Я такая, так, нормально, и мне это вообще ничего не стоило. То есть Лиля всегда была со мной. Ну, знаешь, вот день за днём он, как тебе сказать, был, в общем-то, приятным человеком. То, что я его не любила, не влюбилась в него, это было одно. Но на самом деле он был классный такой парень, очень весёлый. И язык он учил просто на лету. Вот у них есть такая способность. Причём, знаешь, мне, чтобы учить язык, надо писать. А ему, чтобы учить язык, достаточно было его слышать. Вот есть люди такие, на слух учат. Да, правильно. В общем, короче, мало-помалу мы с ним стали встречаться. Он всегда очень красиво ухаживал. Он меня приглашал в рестораны хорошие, там, в гостиницу «Россия», там, туда-сюда. Да, вот. И, значит, прошло уже сколько-то месяцев. Мои родители вообще ничего об этом не знали. Ничего. Я никому не рад. Мне как-то было, знаешь, вот неудобно и стыдно как-то рассказывать, что у меня какие-то отношения с иностранцем, понимаешь. А он уже вроде бы как где-то как-то уже у меня стал оставаться. Причём он стал у меня оставаться. У меня же ещё сын. Оставался он в комнате сына. А у него была квартира. То есть у них у всех там, кто в этом ресторане работал, там снимали целый подъезд дома. Там они все... У них были свои жилища. Ну и вот, в общем-то, в один прекрасный день вот так моя мама звонит и говорит, слушай, Наташа, я вот поругалась тут со своими. Я приеду к тебе, у тебя поживу недельку. Я такая, опа. Я говорю, мам, знаешь, я говорю, у меня вот кто-то... Ну, есть у меня мужчина. Представляешь, вот до такой степени я вообще ничего не говорила, от всех это как-то скрывала. Она говорит, да, какой мужчина? Я говорю, да он ещё и не русский. Она, так, интересно, сейчас приеду. Приехала ко мне и познакомилась она с ним. Что ты думаешь, у них произошла любовь с первого взгляда? Вот настолько она его полюбила, просто вот, ты знаешь, как родного сына. Ну и как бы вот с этого момента всё расставилось на свои места. То есть она уже спала в комнате с Алексом, а мы уже как бы официально стали спать вместе. Это уже месяцы прошли после нашего знакомства. Ну и, в общем, вот он работал в этом ресторане Дели, а у нас перестройка, моя компания закрывается, я теряю работу и, в общем, остаюсь на его как-то иждивении. Но ситуация настолько была плоха, вот этот 91-92 год, что мы уже думали, а что будет с этим рестораном, а долго ли он проработает, а что будет дальше. И тут ночью раздаётся звонок по телефону, ночью. И звонит его друг, с которым они когда-то в Индии работали вместе в аэропорту, в ресторане, там они тоже работали. И говорит, слушай, я, говорит, сейчас нахожусь в Гонконге, я здесь открываю новый ресторан, я буду менеджером, а нам нужен хед-шеф, то есть главный шеф, как ты, хочешь или не хочешь. Мы, в общем, всю эту тему потом обсуждали и думали, надо, не надо, рискнуть, не рискнуть. Ну как бы это всё было так страшно. И, в общем, решили, что он поедет один, первый. А потом, если всё нормально, то мы к нему, так сказать, присоединимся. Он уехал. Я съездила к нему туда, ну просто вот как турист на пару недель, чтобы посмотреть Гонконг. А что, можно было тогда так просто? Можно, да, можно было, да, как ни странно. И как тогда был Гонконг? Часто он необыкновенный? Ну, он был необыкновенный. И тогда был? Он и тогда был необыкновенный. Гонконг, это просто был, вот ты знаешь, другой мир. Мир. Вот представляешь меня из Солнцева, где вот эти пятиэтажечки, вот эти наши хрущёвские стоят. Ну такое, да. Вдруг раз и перенесли в Гонконг с этими небоскрёбами, с этими магазинами, которых было миллиарды. Я, знаешь, где мы жили, я не могла это место найти. Я заблуждалась, потому что я не могла найти вход в этот подъезд. Да, да. Потому что там столько этих вывесок, и их так много, и они все кажутся одинаковыми. Угу. Глаза разбегаются. То есть там улицы просто, вот были сплошные магазины, сплошные витрины, сплошные вот эти, как они называются, signboards. Угу. Понятно. Вот. И, в общем, короче говоря, я решилась таки. Я вернулась, естественно, в Москву. Ещё сколько-то там месяцев ждали. Мы пока Алекс закончит учебный год. И вот в июне, по-моему, в июне 93-го года мы с ним отправились туда, в Гонконг. Но это была не путёвка в какой-то счастливый мир. Там всё было очень и очень сложно. Первая сложность оказалась та, что мы приехали в июле, и мы выходим из самолёта, и я попадаю вот в сауну. Вот понимаешь? Это сауна. Да, есть. И я думала, боже мой, это, наверное, из вот этих моторов самолёта что-то на меня такое дует. И я думаю, сейчас мы вот пройдём, выйдем, и там уже нормальный воздух. Там где-то. Угу. Ага. Нет, в здании аэропорта там был кондиционер. Да. Но когда мы вышли на улицу, я поняла, что эта сауна, она везде. И мне, конечно, стало не очень, честно говоря, хорошо. Ну и дальше там были свои очень большие нюансы. Я, во-первых, поняла, что в этой стране я вообще одна, и мне не с кем даже поговорить, потому что там не было никого, кто говорил бы по-русски. Я не знала ни одного русского человека полгода. О, это ужас. Полгода. Но зато я английский язык учила, как не знаю что, понимаешь? У меня... А тогда не было вот этих всех девайсов, да? Тогда был вот тебе словарь, вот тебе учебник, вот тебе какие-то книжечки, тетрадочка, да. И вот, пожалуйста, давай, вот тебе слова, вот тебе транскрипции, бери, переводи, учи, заучивай. Да. И денег не было на курсы. Я же работать не могла. Одна зарплата моего мужа, ее хватало только вот заплатить аренду. За такое жилье, где ты не один живешь в квартире, а там еще пару семей в одной квартире. То есть ты занимаешь комнату на семью маленькую. В Гонконге нет больших комнат. Да, я знаю, есть часто. Вот там, в Гонконге, я первый раз увидела такие комнаты, когда ты открываешь дверь. И как громко. И нужно прыгать на кровать. Вот я такие комнаты видела. Причем кровать. И первый раз в жизни я увидела вот эти двойные кровати, вот эти двоярусные. В общем, грызла я этот английский, как не знамо что. Потому что я понимала, что без него никуда. Потом мы собирали деньги на курсы английского языка, и я пошла на курсы при British Council. То есть нам преподавала англичанка. Очень хорошая женщина. Вся группа была китайцей, и я одна такая беленькая русская сидела там. И ловила вот каждый ее вздох, понимаешь. Потом по окончании курсов сдавала я экзамен. Сдала его, естественно, на отлично. Она мне написала, что таких учеников у меня не было никогда. Желаю тебе больших-больших успехов, которые, я уверена, ты добьешься. Через полгода я пошла в компанию, у которой был бизнес с Россией. И прошла интервью, получила работу. Ну, в общем, просто в офисе, как бы вот такая офисная работа. У них был бизнес с Россией. Продавались товары. Нужно было все время переводить переписку с заказчиками, какие-то документы и так далее. То есть вот с компьютером. Тогда у меня первый раз на моем столе рабочем появился компьютер, понимаешь. Вот я тогда вот только пальцем, так сказать, потрогала. Это был где-то 94-й, наверное, год. Ну, вот там очень все было сложно в Гонконге. Очень, очень. Сколько вы там пробыли? Три года. Три года. За три года мы переехали девять раз. Мы жили на разных островах. Мы там чем-то. А первая моя работа-то была не эта. Моя первая работа была, знаешь, где? На маркете на китайском. Да. Меня взяли продавать одежду шелковую. Вот такой, знаешь, маркет. Вот вот китайский такой большой довольно-таки. И я стояла там, такая русская матрешка. Заходили иностранцы. Это место было такое, знаешь, туристическое место, куда вот люди приезжали. Посмотри, там набережная, много ресторанов, в которых мой супруг потом работал. А я работала в этом маркете. И вот каждый заходил. Как? Вот им было меня там видеть очень странно. И они со мной все заговаривали. А я еще тогда вот учила английский. Ну, как бы мне это тоже очень помогало. Но им было настолько интересно со мной. Сказали, как я здесь оказалась? Откуда? Почему? Но мне очень хорошо, мне тоже получалось им продавать какие-то вот эти шелковые рубашки, шелковые какие-то курточки. Но длилось это не долго. Представляешь, сколько мы прошли? Да ужас. Это ужас. Знаешь, о чем эта работа у меня закончилась? На том, что у моего сына вдруг внезапно случился аппендицит. Его забрали в больницу. Представляешь, ребенок тоже тогда еще не знал, но ни китайского, ни английского он толком не знал. Ему было 13 лет. И нас туда не пускали. То есть его туда забрали, ему там сделали операцию. Я ходила вот все три дня вот вокруг этой больницы, обливала ее слезами. И на работу я не выходила, потому что я просто не могла. Я слишком была как бы ошарашена всем происходящим, как это так, моему ребенку делают операцию. Хотя ребенок вышел на четвертый день, знаешь, что-то шел, шел, что-то там лежало на земле, он так нагнулся, это поднял. Я говорю, как? Ты можешь вот присесть после операции? Он говорит, да, у меня все нормально. Показал вот такой вот шампчик, понимаешь, и уже практически заживший. То есть очень хорошо все сделали. Но потом нам предъявили счет на 37 тысяч. Долларов? Гонконгских долларов. 37 тысяч. Я таких денег, понимаешь, в глаза не видела. Мы говорим, может быть, это ошибка, может быть, это 3 700. Они говорят, нет, это 37 тысяч, вы же иностранцы. Я говорю, у нас таких денег вообще нет. Они говорят, идите вот туда вниз, там у нас есть такой социальный отдел, вот они там вам все объяснят. Мы идем вниз туда. Они нам говорят, они говорят, покажите нам ваш счет в банке, что у вас там есть. Ну, мы принесли, показали, что там есть. И они нам списали этот счет. Не весь. Не весь. А мы заплатили, по-моему, что-то в районе 370-380 долларов вместо 37 тысяч 800. Да, в Америке так же. Да? Да. Ну, вот так вот. Так что там много еще тоже есть чего рассказывать. Просто вот люди там писали, да, вот что вот в Америке, да все понятно, там все там, там на пальмах деньги растут и прям подписано. Вот это для Людмилы, а это для Наташи. Просто берешь, подходишь и в сумочку. Все совсем не так. Все очень-очень сложно. И я всегда говорю людям, которые вот думают, что там очень все легко. Если бы люди приложили те усилия к выживанию на своей родине, на родном языке, которые мы приложили в свое время, чтобы выживать на чужбине, где ты никому не нужен, где ты на чужом языке, в чужом менталитете и так далее. Вот если бы люди прикладывали такие усилия для выживания у себя на родине, то у них бы тоже было бы, наверное, все лучше, чем есть. Ну вот сегодня у нас такая серия нашего повествования. Надеюсь, вам это было интересно. Спасибо, Людмиле, еще раз, что она с нами делится. Ну что, у нас материалы с тобой, да, вот так рассказывать про жизнь хватит надолго. Пишите, ребята, если вам это интересно. И спасибо вам, конечно, за то, что нас смотрите. Уделяйте нам внимание за ваши хорошие и добрые комментарии. Это нас всегда вдохновляет. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»